Да, ему 90 лет. 90, представляете? Сотик мой, спасибо, спасибо. Ничего не видно, но мы в кинотеатре. Я влюбилась. Отлично. И значит мы едем куда? Никуда. Домой мы едем. Не прям сейчас. Ребят, привет. Сегодня непростой день, интересный день, особенный, я бы даже сказала, потому что сегодня день рождения дедушки Ромы. Да, ему 90 лет. 90, представляете? Вот такая круглая, классная дата. И поэтому мы отправляемся, собственно говоря, на празднество. Да, кстати, пока шли, вышли, было холодно, а пока здесь сидим, жара. Мы в другой район приехали, послали рубашку. Мне, короче, звонит Рома и говорит, что там хотелось себе купить из обуви? Я говорю, ну вот босоножки хотела на тонкой подошве. Короче, не будем заходить, так сказать, далеко. Рома исполнил мое желание. И при этом еще и еще что-то взял. В общем, вот пришел Роман. Ну, давай, Дед Мороз. Все, давай. Я буду показывать, короче. Я просто, ну, я не буду рассказывать, что там, как получилось. Короче, зашел в Травалину, который типа закрывался. Оно уже закрывается, там, что-то сколько. Не суть. Так, какая-то красивая Травалина. Крутое место. Ай, классно, классно, классно. Какие-то мальчики, девочки непонятные. Еще такое изображение крутятское. Ну, что-то как-то совсем, совсем. Ну, вот еще какие-то. Славянское, да? С веселым пирком, да за свадебку. Тудым-сюдым детей насторогать. Не, если честно, очень круто. Да. Так, короче, вот. Это вот эти. Рома кидал мне фотку, но спрашивал, понравятся мне такие или нет. Кидал мне фотку, и они на фотографии мне понравились. Но в реале они выглядят еще круче. Блин, они такие классные. Вообще красивые. Это кожа, да, естественно? Да, конечно. Ну, траволина, это же такой магазин. Тут чуть-чуть они потерлись, и дать его об этом подошве. Ну, принцип можно стереть, нормально. Да, пусть. Ну, давай, примерить. Так, хорошо, хорошо. Ну, комментируй. Чего, 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 мне нравится. Да, прикольно. Мне тоже нравится. Хорошо, было удобно. Вообще суперские. Посмотрите-ки, они классные. Здесь вот еще есть небольшой подъемчик. Ну, чуть-чуть, да. Обалденно. Они офигенски фиксируют ногу. Вообще шикарно просто. И в них комфортно и суперски. Самое главное, что вот, ну, Рома выбирал по линейке, да, замерял я ему позвоню. Ну, позвонил, типа, я говорю, ну, мало ли, надо все-таки по линейке проверить. Ну, это магазин такой хороший. Вот. Поэтому, да, там линейка есть. Я знала, что это магазин все-таки дорогой, и там наверняка должна быть линейка, и она оказалась супер короче. Ну, короче, это тебе ровнюханька. Да, ровнюханька. Какие-то раненькие, видите, я тут на линейку вставала, когда Рома звонила, говорю, вот столько сантиметров. Вот такая красота. Давай, да, нет, да. Да, да. Че это такое? Пока, не знаю. Вау! Я думала, ты другой даже формата купила. Ты именно... Ух ты! Ух ты! Классно! Вообще! Челочек мой! Спасибо, спасибо. Так классно, так приятно. Дай-ка я тебя обниму. Пасибочки. Спасибо. Очень-очень приятно. Так круто. Я помню что-то такое было, но она разсохлась, развалилась или плохо кончила. Все, берем, в смысле меряем. Давай сюда. У них, где нога, как-то узко хватает, прям сильно. Вот здесь, да? Да, я не знаю почему так как-то узко хватает. Наверное оно должно разноситься. По длине вообще идеально выбрали, посмотрите. Я не знаю как тебе нормально, так не нормально. Ну, короче, вот так пока, на двушечку. Я не знаю там как. Ну, поэтому надо будет настраивать. Настраивать. Давай. Давай. Здорово, да. Классненький. Вот, смотрите, это уже классика. Это уже такие элегантные босоножечки. 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 Вот. Элегантные, на тонкой подошве, очень красивые. Там. Вот сверху посмотрите. Вид сверху такой. И вообще они офигенские. А вы пишите, какие вам понравились больше. На самом деле они как бы разные, да? Их можно не сравнивать. Потому что это классика, а те спорт. Вот. И они хороши. Каждый вариант. Их невозможно сравнить. Но, тем не менее, пишите, какие вам понравились больше. В общем. Рома, Ромка, ты супер. Обеспечил муж хорошую, качественную обувью жену. Молодец. Не надо. Не смущать. Не стоит. Знаете, что вам хочу сказать? Они такие удобные, что просто их даже снимать не хочется. Я вот хожу по дому и они как вторая кожа. Вот настолько они удобны. Ты их даже вот ощущаешь, как свое родное что-то. Просто суперски. Ой, спасибо мужу. Спасибо. Порадовал так порадовал. Ничего не видно, но мы в кинотеатре. Ребят, сводил меня в общем муж кинотеатр на вот этот фильм. Вот такой вот фильм. Страшные истории. Да, да, да. Вот. Но сейчас, в общем, расскажем, что мы думали об этом фильме. Своё мнение. Муж сегодня ездил по делам. И, значит, звонит мне где-то приблизительно минут за 50 до начала сеанса. И такой, давайте побыстрее собирать, потом встретимся. Ну и, короче говоря, сеанс был в 20 минут. Я приехала в 22 минуты. И, в принципе, мы сидели. Мы пришли где-то в 24 минуты. Да, мы зашли в 25. Потому что мы ещё покупали там подкорм, пиво. Мы сидели минуты 3 еще. Да. И мы там сидели ещё, на самом деле, довольно долго внутри зала. И прям народ приходил, приходил ещё очень много, гораздо позже, чем мы. Вот такая вот предыстория. Что касается самого фильма. Ну, я лично плюсую его абсолютно точно. Моё мнение, что фильм очень, ну, хорошо снят. Прекрасная актёрская игра. Фильм приятно смотреть. И, в общем-то, там даже были достаточно такие крутые... Даже не скримеры, а скримеры, в принципе, ну, на меня как-то не работают. А вот мне понравился сам персонаж. Там один персонаж, он просто прям реально напугал. Он был такой жуткий. Ну, были моменты, когда было реально страшно. То есть это было. И что ещё хочу сказать на поводу этого фильма? Рома молчит сейчас всё-таки что-то, что-то. Это всё смешно, что-то страшно, что-то, что-то. Ну, сейчас, сейчас, ладно. Вот. Всё мне понравилось. Но хочу сказать, что сам к себе фильм, в принципе, он, ну, я бы сказала, такой на большую подростковую аудиторию. Но всё равно. Даже мне, человеку, которому там 33 года, на данный момент, приятно было посмотреть. Реально круто. Ну, давайте всё равно. Очень молодёжно. Молодёжно. Это, в принципе, фильм, это как бы оно только с другими действующими лицами. То есть, по сути, это, опять же, дети и какая-то гадость. И они с этой... Ну, не знаю. В общем, нет. В принципе, фильм неплохой на один раз. Но прямо вот именно рекомендовать ребят, говорит, идите, смотрите, прям вообще, прям офигенно. Нет, я бы не стал. Ну, я порекомендовала бы. Если вы любитель жанра такой, ну, можно сказать. Да, это же фильм ужасов, в общем-то. Да. И я бы определённо рекомендовала вот подросткам от 16 лет. Ну, вообще, как бы... В принципе, я говорю, мы я, даже в своём возрасте меня это, в общем-то, впечатлило. А что там говорить о том, что если ты будешь младше, то, наверное, впечатлений будет ещё больше. Поэтому я при тебе её напомендую. Но, в общем, твоя оценка. Сколько ты звёзд из пяти поставишь? Пять из десяти, если так. Я говорю, сколько ты из пяти поставишь звёзд? А не из десяти. Сколько? Ну, четвёрка с минусом. Ну, я поставлю, в принципе, пять. Пять, да. Абсолютно. Ты понимаешь, что пять – это идеал. Я понимаю, что я говорю. Я ставлю пяти. Хороший. Мне вот понравилось всё в нём. Абсолютно. Начинаю, говорю, с актёрской игры, которая была вообще великолепна. И заканчиваю самим сюжетом. Ну, тоже любопытно. И плюс то, что там даже мне, в родном человеку, было страшно. Местами. Это круто. Определённо. А вот такое наше мнение. Вот. Куда ещё можно было бы сходить? Кому интересно. Битва. Вот. Капкан какой-то. И форсаж. Фокс-шоу. А как же Тарантино? Капкан. Капкан. Ну, вот здесь ещё какие-то проспектики. Разные, разнообразные. Вот всё. Оу. Вот что-то такое прямо из фильмов ужасов, на самом деле. Дора. Затерянный город. Ничего, да? Хочу внести маленькую такую... Маленькую корректировку. Маленький момент, касаемый, вот знаете, поведения некоторых людей. А сзади нас сидела какая-то... Ну, как, не совсем сзади, но сзади страны, парочка даунов. Вот. Которые просто в голове с голоса разговаривали. Причём практически на протяжении всего фильма. Блин, вот если нас смотрят люди, которые вот так себя ведут, народ так делать нельзя. Да. Сдохните. Просто сдохните и всё. И никаких проблем. А то будьте добры вести себя вообще-то прилично, вы не одни в зале. И есть другие люди, которые смотрят фильм и хотят его слушать, а не ваш пиздёж. Вот. Так что будьте добры завалить. Я не понимаю, если вы пришли на фильм и он вам не нравится, то какого хрена вы на нём сидите? Они могут любить пообсуждать фильмы. Понимаешь? Когда смотреть надо дома. Ну, так по шёпту обсуждают. Там на ушко друг другу на шёптуают. Как обычно культурные люди делают. А это просто вот быдло. Это было ужасно на самом деле. Потому что вот я наслаждалась фильмом, но их пиздёж сзади мне просто очень мешало. Да, в общем. Это было прям очень приятно. Как круто здесь сделали. Натиси, да. Ну, буквы поставили. Круто вообще. Play lamp. И вот здесь находятся и всякие игровые там автоматы. Но это зона. Основной он для детей. Не знаю. Вряд ли доброс. Вся он там вот мужчина. Женщина. Ух ты. А, здесь ещё можно что? А, это покупка. Покупка игрушки. Прям как на рынке, смотрите. Медведь, который видит, как крыса выглядит. Проходили мимо спортмастера. Ром говорит, ничего нам не надо. Я как увидела вот эти жилетки от военчан. Мне так прям как-то запали в душу. Но это вот нулевая погода. Снимаем. На ногу рассчитаны. И add dry. Снимаешь? Да, снимаю. Ребят, вот смотрите. Я сама ещё не видела. Ром говорит, круто. Как вам. И ещё, короче, я рюкзак это. Короче, она слегка проходила мимо, заметила и решила теперь вот всё это купить. Ну, я не знаю, я говорю. Вот такой рюкзак вообще офигенский. Посмотрите. Ну так да. По 900 рублей у меня такая скидка классная. Тиклон массатый? Да. А внутри? Не знаю. Не смотрел ещё внутри, но мне очень понравилось. Что-нибудь другое. Вот. Ну, вот такая жилетка ещё офигенская. Можно так, можно сяк, можно, короче, офигеть так. Наперекосяк, да? Тоже. Короче, супер вообще. Вещь прям. Я влюбилась. Лазастый Ром увидел вот эту вот чёрную штучку. Вот. Которая находится ещё внутри. Поэтому надо будет сейчас ещё этот размер там посмотреть. Надеюсь, будет что-то. А то как? Не получится взять. Фу. Ребят, в общем, Рома заметил тут какие-то трещины. Да, они, конечно, тоже. Ну, как не трещина, а царапина, конечно. Не трещина. Но, собственно говоря, я знаю тоже как раз, что этот материал отнизу. Сразу обратил внимание. Быстро, конечно же, начнёт трескаться. Тем более, что это постоянно ты ставишь и так далее. Это как бы не круто. Я не знаю. Мне он внешне просто очень нравится. Ну, вот придётся её удерживать. Чисто внешне. Но, пожалуй, действительно. Это всё равно, что с тем карманом. Вот тебе такой карман на тот был. Вот был бы, да, классный. Ты бы даже не задумывалась об этом. Ну, не знаю. Я, короче говоря, ещё подумаю. Ну, потому что, блин, прям вообще нравится. Хотя, что у неё так выпирает вот нижняя часть? Что выпирает? Вот, нормально теперь. О, какой хорошенький. Вот это прям идеален. Тут, наверное, царапин нет, да? Тут, кстати, везде разные цены. Да, разные цены. Непонятно почему. А, тут, ну, в принципе, ну да. Эта нижняя часть точно ненадолго. Клеёнка. Типа клеёнка какая-то. Типа клеёнка какая-то. Нет, ты знаешь, клеёнка не клеёнка. К сожалению, нижняя часть, действительно, вот всё классно. Но нижняя часть с какого-то такого материала. Так и тут твой рюкзак чёрный тоже. Вроде всё классно, а карман блинный. Будем видеть вас завтра и ежедневно с 10... Магазин, короче, закрывается. Ром, помоги мне. Ай, мне карточек. Магазин, короче, закрывается. Мой 36 размер, блин, последний. И, вот, поэтому надо будет пройтись... Вот, смотрите, как у дефир. Ну, я это показывала, да. Всё, пойдём, а то у нас сейчас выгонят отсюда. С самыми тряпками. В общем... В общем, к сожалению, 46 последний. Да. Это минус вот тоже такое. Интересно. Три с половиной стоит. Пошли. И... Вот. Я, конечно... Ну, как бы, не расстроена. Потому что всё равно можно пройти в другое место. Всё хорошо. Ну, она белая. Я с белой курткой намучился лет её стирать после каждого второго прогулка. Я со своей курткой это ужас. Нет, нормально всё будет. Нет, нормально всё будет. В общем, она будет в другое место. Какой-то с белыми вещами ходить. Ну, не считая футового там, а что-то более солидный, типа бурток, штанов, в конце концов. Ну, вот. И посмотрим там. Главное не забыть об этом. Так, они зашли теперь. Вот это последнее. Да, но это мягкая обложка. Слушай, а мы не можем съездить туда опять, где взяли просто сырое. Я туда как раз хотел съездить. А? Ну, какой ты чуть. Валим, валим, валим. Спасаем все бегства. Убираем тебя. Ну, Сараджиева. У меня электронная версия сейчас есть этой книги. Вот. Здесь 433 рубля стали. Нету. Нету. Нету, ребят. Нету. Отлично. И значит мы едем куда? Никуда. Домой мы едем. Не прям что. Ножками. Не прям все. 10 часов уже вечера. Ну, а тут не полезем. Не полезем куда. Там еще место есть. Да ладно, давай, наверное. Там надо его хотя бы вызвать. Редактор субтитров О.Голубкина. Корректор субтитров О.Голубкина. Корректор А.Кулакова Принесенных.